вот представьте себе что у вас есть земля я рисую кружочек ну не очень аккуратно и вот есть луна тоже кружочек теперь смотрите гравитационная сила от луны действует на землю не в целом как говорится не как на точку а на те части которые ближе действует естественно сильнее да а те части которые дальше действуют слабее в результате земля слегка вытягивается в направлении луны ну я нарисовал утрированно огромно слегка вытягивается степень вытяжения на твердых породах примерно 20-30 сантиметров а в море это есть приливы и отливы земля же вращается вокруг своей оси с периодом 24 часа и вот этот как говорится . это смотрящая на луну она проходит дважды в сутки и у вас по приливы и отливы вот этого а водяной горб может достигать нескольких метров по он же по пластичные в отношении твердой породе так вот смотрите земля вытягивается поддевай под действием луны слегка она в направлении луны а луна почему не должна вытягиваться направлении земли должна тем паче сила гравитационной от земли в 80 раз больше интенсивнее действует на луну чем луна от чем луны а на землю таким образом луна тоже предположим что она вращалась вокруг своей оси но на а на ней степень растяжения 80 раз больше уже гравитационной силе земли по массе 80 раз больше представьте себе теперь камень или как говорится ну допустим даже это будет шина автомобильная которая будет периодически вытягиваться в одну сторону и тогда вытягивающийся горб и бежать по этой вдоль шины вне она же будет разогреваться в ней будут какие-то внутренние процессы и эта энергия будет тратиться она будет излучаться от этого разогрева ну просто вкус так вот луна за энное количество лет речь идет о говорится конечно сотнях миллионов лет замедлила свое вращение вокруг своей оси и была вынуждена остановиться вот этим горбом глядя на землю поэтому на нас смотрит одна сторона луны это вот эти силы когда которые растягивают их называют разница двух сил тяготения на этой стороне земли и на этой стороне на их называют приливными силами астрономы называют приливными сил так вот точно такая же ситуация скажем у юпитера он все четыре спутника который открыл галилей у юпитера еще в 1600 каком-то году они все настолько близки к юпитеру что они у них тоже они каменные они у них тоже вращение свой вокруг своей оси затормозилась они все смотрят на юпитер одной стороной и точно так же близки к сатурну удаленные спутники далеко они еще вращаются в косу они на них это не подействовало но луна очень близко к нам также как юпитерианские спутники близки к юпитеру вот эти галилеевы 1 4 и они все устро смотрят на одной стороной